В Екатеринбургской митрополии был дан старт голосованию за лучшую фотографию с белыми цветами. Конкурс проводится в рамках благотворительного фестиваля Дни Белого Цветка. Весной повсюду распускаются цветы математича, одуванчики, тюльпаны, маргаритки. Но для Екатеринбургской епархии важен не только вид растения, но и его цвет. Здесь собирают белые цветы. Таня с дочкой решили принять участие в конкурсе фотографий. Для этого они своими руками сделали белые цветы. В рамках фестиваля проводится серия творческих мастер-классов, трансляция которых организована через интернет. Белый цветок – символ благотворительности, в важности которой Татьяна не сомневается. Наверное, это бескорыстность, наверное, это все-таки где-то свыше. Помощь – это такое дело, которое, скорее всего, идет как от сердца. Все фотографии участников сейчас выставлены в группе проектов социальной сети ВКонтакте. Там же можно узнать и о проводимых мастер-классах. Но организаторы с нетерпением ждут того времени, когда из онлайна можно будет выйти в живой формат. Очень приятно, что цветы делают для нас. Кто-то принес в лавке собора, оставил. Очень приятно, что люди позаботились и сами по своей инициативе сделали цветы. Надеюсь, что мы встретимся вживую на царские дни или на день города, на большом празднике, в фестивале Дни Белого Цветка, где все цветы, которые нам пожертвовали, будут подарены нашим благотворителям. А отдать свой голос за понравившееся фото можно было до 4 июня. Утром на следующий день – подсчет голосов. И в день рождения Александра Федоровна мы подведем итоги и подарим подарки нашим участникам, семьям, которые активно участвовали. Вообще, Дни Белого Цветка, он продолжается, этот фестиваль. Еще в течение июня можно будет наслаждаться нашими мастер-классами и слушать лекции в онлайн тоже на тему нравственности, семейных ценностей, любви. Призом станет фотосессия в ретро-стиле, книга о царской семье и фотография победителя в рамке.